Продолжение следует... Самбо, карнавал, бесконечные сериалы, Олимпиада в Рио и звучное слово Капоэра. Много разных историй, откуда делась Капоэра. Капоэре уже более 300 лет. И раньше изначально идея Капоэра была придумана рабами, чтобы защищаться от рабовладельцев. И порой, если Капоэрист начинал тренироваться, очень усердно, боевой аспект, рабовладелец мог его наказать. Поэтому был сам придуман само действие. Делался круг, много музыки, все это происходило в такой фановой обстановке. И чтобы рабовладельцу было непонятно, что происходит. В Капоэре первое, чему я учу, это джинго. Базовая достойка, да, Капоэриста. Обучаю вначале уклоном Капоэре. Называется эскива, уклон. И чтобы Капоэрис мог защищаться. Обучаю название ударом после. Это прямые атаки Бейнсу, Мартейлу, круговые удары Армада, Кишада. И самое главное слово – рода. Рода – это то, круг переводится дословно, это то, где происходит само действие Капоэры. Когда ученик занимается первый год, он получает свой первый пояс. И вот тренер считает, что он уже достоин. Первый пояс зеленый. Называется Батизада. То, что он становится частью группы. Последующая аттестация идет, последующее получение поясов. Называется Трока Джекордаус. Когда ученик уже меняет свой пояс. Как я и говорил, что Капоэра – это бразильское боевое искусство. И оно также идет в разных штатах, в разных регионах. И есть мастера, которые не общаются друг с другом. Потому что Бразилия тоже большая. И название элементов – это лишь португальские слова. Например, есть название элемента, которое называется «эспорау». Это такой удар, прямая атака. Эспора – удар пяткой. И также этот удар можно называть ганшу. Переводится как крюк. По идее, я могу назвать и так, и так. В Бразилии меня поймут. У меня как раз есть целый набор всех бразильских инструментов. Это билинбао – музыкальный, самый главный инструмент в капоэре, который ведет капоэриста. Он напоминает лук. И считается ударный инструмент, хоть и на нем есть струна. Последующие инструменты – бас. Это барабан от Абаки. И пандейру напоминает русский инструмент, бубен руссконародный. И аго-го – два кокоса, по которым как метроном действует в музыке, который позволяет держать ритм в капоэре. Капоэрис должен быть атлетом. В моем понимании. Поэтому мы очень много уделяем на тренировках времени, физической подготовке капоэриста. И капоэре – в первую очередь боевое искусство. Капоэра не стоит на месте, потому что в ее основе непрерывное движение. Двигайтесь вместе с нами. Это расширит ваш словарный запас. Капоэрис. 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 Продолжение следует...